В Подмосковье третий день работает система цифровых пропусков. То есть, без специального разрешения выйти на улицу нельзя, если это, конечно, не поход в магазин в 100 метрах от дома. В Москве, к примеру, в первый день это вызвало волну возмущений. Пробки с московских улиц ушли в метро. Вместо автомобилей – очередь из людей. В Подмосковье нагрузка пришлась на дороги. Это Ленинградское шоссе, большая пробка из-за проверки пропусков на посту ДПС. Однако это необходимые меры. Указ есть указ. Тех, кто не соблюдает карантин, полиция ищет и штрафует. Первое нарушение – 4000 рублей. Подробности узнаете в сюжете Нины Бережной. Пока одни сидят дома, соблюдая самоизоляцию, другим все ни почем. Захарбек, например, решил именно сейчас порадовать себя новым смартфоном. Сейчас телефон сломался, хотел новый телефон купить. Срочно нужно было выйти? Да, срочно нужно было. Пропуск оформил. Он, говорит, и есть в том самом сломанном телефоне. Считает, наказывать его не за что. А вот сотрудники полиции действуют решительно. Если у человека нет электронного пропуска, значит, у него будет штраф. 16, 71. Несмотря на жесткие меры самоизоляции, у сотрудников полиции полно работы. Нарушителей на улицах города хоть отбавляй. Люди без пропуска то и дело выходят погулять. На допустимом расстоянии в 100 метров от дома, кажется, будто и не слышали. Как практика показывает, мы эти рейды уже проводим не в первом муниципалитете. Граждане, к сожалению, пренебрегают данными ограничениями, выходят на улицу, прибывают из других регионов, пытаются передвигаться свободно по территории Московской области, что запрещено. Вот наш рейд направлен именно на пресечение гражданами нарушений данных ограничений. На сегодняшний день в Химках уже зафиксировали более сотни случаев нарушения самоизоляции, а ведь это только начало пропускного режима. Напомним, с 15 апреля, чтобы воспользоваться общественным или личным транспортом, всем жителям Подмосковья необходимо иметь при себе цифровой пропуск. В случае, если такого разрешения нет, правоохранители обязаны выписать штраф. Власти просят отнестись к мерам с пониманием и максимальной ответственностью.